По нескольку суток без света. У жителей села Боброво постоянные перебои с электроэнергией. В январе люди были вынуждены сидеть без света три дня. В это время на улице было 20 градусов мороза, а в домах у людей чуть больше 8 тепла. Со своей проблемой они обратились во все инстанции – от сельсовета до Верховной Рады Украины. От кого зависит решение проблемы, узнавала Анастасия Волкова. Жители села Боброво жалуются на перебои с электроэнергией. С этой проблемой живут около 30 лет. После начала боевых действий она стала ещё ощутимее. Населённый пункт запитан от посёлка Светличное. Он находится на линии разграничения и постоянно обстреливается боевиками. Само Боброво расположено на расстоянии 7 километров от боевых действий и в 5 от посёлка Светличное. Люди устали от обстрелов и жизни без света. В январе боевики снова повредили линию электропередач и сельчане вынуждены были сидеть в потёмках. Почти три дня не было света. У нас в доме электрический котёл. Было на улице минус 24. За сутки у нас от плюс 20 температура упала до 10 градусов тепла. На вторые сутки до 8 градусов тепла. Дома лежала парализованная свекровь и ребёнок 38,6 градусов температура. За помощью обращались в Севердонецкий городской совет, так как территориально находятся в его составе. В августе прошлого года приезжали на сессионные заседания депутатского корпуса. У нас постоянно гаснет свет. У нас постоянно его нет. Вот ситуация. У меня ребёнку ещё не было года. Завариваю питание, отключаю свет. Всё. Чем можно покормить ребёнка? Тогда же им обещали помочь. Переключить село Боброво на Севердонецкую линию. Но для этого необходимо подготовить проект стоимостью 330 тысяч гривен. На рабочий проект выделены деньги. А там дальше, как только он будет закончен, будем искать. Вот это же одно из, это обращение в европейские инвестиционные за тем, чтобы дали эти деньги. Сам город на себя это взвалить не сможет. Там целый комплекс. Поэтому я вам сроки точно сказать не могу, когда это вообще возможно. Прошло полгода после этих слов. Сегодня мы обратились к заместителю городского головы Севердонецка Олегу Кузьминову. Без камеры он сказал, что проект написан. Теперь ждут финансирования из фонда регионального развития. На строительство новой электролинии нужно 7 миллионов гривен. В бюджете города таких денег нет. Пока жители села Боброво ждут решения этой проблемы, им приходится приспосабливаться жить либо без света вообще, либо с низким напряжением в сети. Сейчас с хозяинами дома мы проведем эксперимент и просто включим электрический чайник. Света нет. Итак, в каждом доме можно включить что-то одно – электрочайник, бойлер или стиральную машинку. Из-за постоянного скачка напряжения техника регулярно выходит из строя. Со своей проблемой люди обращались не только в Севердонецкий горсовет, но и в обл. администрацию, на горячую правительственную линию Верховную Раду Украины. Отовсюду к ним приходят пока что неутешительные ответы. Я писала, но сдвигов никаких нет. Это не от нас зависит. Да, там проблемы каждый год. Как зима, так люди страдают. Там я сегодня разговаривала, сказали, что нужно денег около 7 миллионов, потому что там нужно ставить опоры. Но городская власть обратилась в областной совет с помощью, чтобы те вышли на Киев, чтобы оказали деньги в выделении 7 миллионов. Пока деньги не выделят, строительство не начнут. И люди снова вынуждены оставаться один на один со своей проблемой. Анастасия Волкова, Николай Розниченко, ПОДИИ.